Всего три тура остается до того, как Амалига уйдет на зимнюю паузу. Это впервые в истории Амалиги, когда сезон разбит на две фазы. Обычно было так, что Амалига проводилась либо осенью, либо весной и уже в этот период времени. Ну и вот один из них это Петр Папецку, который сейчас начал этот поединок своим первым касанием. Все внимание на игру, ну и на те самые смыслы, о которых я говорил. Как же классно сейчас Петр Папецку убирает Олега Гуменюка под левой ногой у Папецку мяч. Это очень опасно, он уже показывал, что он может бить абсолютно с любой позиции, забивать красивейшие голые Амалиги, которые по своей феоричности могут поспорить только те, но вообще один из рекордсменов по количеству футболистов, которые она в сборную тура отправляет по итогам туров. Ну и это естественно, потому что команда на первом месте турнирной таблицы. Но сейчас пока в створ не попадает. А вот это потеря Петра Папецку. Здесь Константин Андриченко прострел и совершенно один перед воротами был высоченный Александр Попович. Но даже ему было сложно подстроиться под эту сильную достаточно передачу. Хотя сантиметров, наверное, вообще 30 было. Фабио де Соуза отдал на Папецку. Тот финтами обходит Александра Чеха, простреливает и в пустые ворота мяч закадывает. Еще один бразильский гол. Это Фабио де Фариас Соуза. Ассистировал ему капитан Петр Папецку теребно. Впереди 1-0. Вот так вот даже голкипер Артем Кубани пришел поздравить бразильца. Петр Папецку финтами обошел своего оппонента Александра Чеха. Тот эпизод проиграл, но и дальше прострелил. Можно сразу же сравнивать Константин Мандриченко на самой, что ни на есть, ударнейшей позиции. Прямо по центру ворот оказался один. Но и пробил тоже не совсем, чтобы хитро, как будто бы по центру ворот он. Мандриченко и ничего не добавляет арбитр к первому тайму. Заканчивается он со счетом 1-0. В сумме по системе гол плюс пас по 6. Столько забивает теребно. И такие у него футболисты. Пока еще одна возможность увеличить счет своим головой. Папецку это делает и закрепляется на первом месте бомбардирской гонки. У него уже 5 голов по Песку очередной гол и 2-0 в матче против Авангарда. Ох, уже, наверное, и про рекорд этот пока на время забудем, потому что точно не при счете 2-0. Нет, не пробить, а разыграть пас на Сергея Токота. Подхватывает мяч Виктор Нигара. Попробует пробить. Да, есть удар, рикошет и 3-0. Здесь, кажется, двойной рикошет был от футболистов Авангарда. Даже не знаю, будет ли этот гол записан на Виктора Нигару после двойного рикошета. Но тут нужно смотреть, насколько сильно мяч от игрока Авангарда поменял траекторию. С наконечного. Это его мнение высказывания. Можно сейчас попробовать один гол отыграть. Мариан Столеру, штанга. А до этого был удар Константина Мандрыченко. Ну, спереди, сзади висит кто-то из игроков теребное. Турта. Ну, вот сейчас есть немножко свободного пространства. Есть удар, но он очень простой. Может отсюда и пробить. Олег Гуменюк. Разбег, удар и снова сейф Кубани. И, кажется, мяч уходит на угловой. Константин Мандрыченко. Тут только назад на Олега Гуменюка. Справа есть Чех. Но решил снова через Мандрыченко. Удар Мандрыченко. Кубани. Очередной сейф. И, опять же, напоминаю, удивительная команда. И удивительные перипетии нашего сезона. Да, Авангард все еще идет вперед. Но нужно-то отыгрывать. Три. А отыгрывают они один. Мариан Снолеру делает счет. Три-один. Я не знаю, сколько добавили. Можно ли вообще сейчас думать о том, что этот гол может возродить какую-то интригу. Не объявляли о количестве добавленного времени. Но сыграно уже 1.30 лишнего. И будет ли торопиться Авангард все время, что он вышел на поле. И вот он, финальный свисток. Прерывается. Очередная беспроигрышная серия. Продолжение следует.